Всем привет, это Варлорд. Сегодня я захотел показать вам свою коллекцию мини-фигурок по Дарту Вейдеру. Но поскольку не нашел достаточно экземпляров данного персонажа в своей коллекции, решила включить сюда свои фигурки по персонажу Энакин Скайуокер. Думаю, сами понимаете почему. И я задумался, что мне надо дополнить свою коллекцию, докупить фигурки Дарта Вейдера. Но довольно сложно найти магазин, где будут доступны мини-фигурки. Я нашел магазин. Магазин этот называется Workshop Lego Animation. Ссылку на него я оставлю в описании. Обязательно переходите, смотрите на ассортимент наборов и ассортимент мини-фигурок. Кстати, у них сейчас проходит конкурс, так что это еще один повод после просмотра видео пройти в их группу. Первая фигурка это юный Энакин Скайуокер. Достаточно старая мини-фигурка в моей коллекции и очень простая. Принт есть только спереди. Также одно довольно странное выражение лица. Из моей коллекции фигурка чуть ли не одна из самых старых. 2007 года встречалась в наборе под артикулом 7660. Следующая фигурка это Энакин Скайуокер 2013 года по второй части Звездных Войн. И что здесь можно сказать об этой мини-фигурке? Здесь он еще подаван. У него есть косичка подавана. Мини-фигурка выглядит довольно прикольно. Узнается персонаж. Ну, прическа сомнительная, правда. Принты по всей части тела. Третья фигурка пусть выпускалась раньше, в 2010 году, но по хронологии событий. Здесь Энакин уже после того, как искупался в лаве. У него черный костюм, он весь поврежден. И также есть шлем Дарта Вейдера. То есть он практически полностью уже перевоплощается. На него надевают этот костюм. Фигурка Энакина по мультсериалу Звездные Войны, Войны Клонов. У меня есть две. Один из истребителей, который принадлежал как раз силам Кору Санта. Но сейчас я его найти не смог. Поэтому первая версия и единственная на данный момент, которая у меня есть в его классической одежде. Это 2008 года. Здесь он сделан по первым сериям мультсериала Звездные Войны, Войны Клонов. Встречалась фигурка в джедайском истребителе Энакина. Желто-серого цвета у меня этот набор был. Следующая фигурка крайне необычная. Здесь Энакин Скайуокер в специальном костюме для перемещения по заснеженным планетам. Помимо этого два выражения лица, одно из которых очень хорошо детализировано для своего времени и 2010 года. Фигурка встречалась, насколько я помню, такая в одном наборе. 80-85. Это ледяной спидер. В нем было 177 деталей. Переходим к Дарту Вейдеру. Первая версия моя Дарта Вейдера относится к набору Звезда Смерти. Это версия 2008 года. И выглядит она очень хорошо. Здесь шлем Дарта Вейдера состоит из одной части. То есть он здесь пропорциональнее. Можно отметить неплохой принт. На ногах принта, кстати, не было. Фигурка встречалась в Звезде Смерти. И в наборе с истребителем Дарта Вейдера. Следующая версия Дарта Вейдера отличается своим шлемом и детализацией принтов. Это версия 2015 года. И она относится к набору Последняя дуэль на Звезде Смерти. Крутейший набор. И очень было мне необычно получить себе в коллекцию тогда фигурку Дарта Вейдера, шлем которого состоит из двух частей. И часть которого можно было удобно снять. Версия 2016 года по мультсериалу Звездные войны Повстанцы. Здесь, насколько я помню, у меня другие ноги без принтов. Хотя это, если честно, я не до конца припоминаю. Напишите в комментариях, были у него ноги с принтом или нет. Отличается своими принтами. Помимо этого, шлем такой же, но зато мягкий плащ. Впервые мягкий плащ у Дарта Вейдера появился с этой версией. Встречался он в наборе с истребителем Дарта Вейдера по мультсериалу Повстанца, который сражался в воздухе с Эйвингом. Думаю, все прекрасно помните этот набор, обзор на который был у меня на канале. Последняя версия 2017 года из набора Трансформация Дарта Вейдера. Она совмещает в себе все плюсы предыдущих двух минифигурок. То есть, это принтованный костюм, оригинальный по фильму, и также мягкий плащ. Эта версия Дарта Вейдера нравится мне больше всех. Напишите в комментариях, каких фигурок Дарта Вейдера у меня нет. Их много, но постарайтесь. Ставьте лайки, поддерживайте мой канал, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И вступайте в группу. Удачи, пока!